Вертолет, перевозивший президента Ирана, потерпел крушение. Слишком много информации о том, выжил он или нет, но можно сказать только одно, что то, что произошло с его вертолетом, не случайность. Чтобы разобраться в деталях, нужно понять, кто такой Россий. 63-летний Россий, чрезвычайно консервативный политик и священнослужитель. Он сделал свою карьеру в судебной системе Ирана и в 2014 году дорос до должности генерального прокурора. В 2017 он неожиданно баллотировался в президенты, занял второе место. В 2019 году Ятола назначил его главой судебной системы Ирана. А уже в 2021 году Россий со второй попытки победил на президентских выборах. Многие в Иране предполагают, что его готовили на замену верховного лидера на случай смерти Аятолы. Россий последовательно занимает жесткую антиизраильскую позицию. Выступает против его сближения с арабскими странами. Считает израильскую операцию в Газе геноцидом палестинцев. И согласно западным источникам, вертолет разбился и он погиб. Нужно понимать, что Израиль очень серьезно занялся финансированием преступных группировок, которые устраивают в последний год разного рода провокации в мире. Что касается Суэцкого канала, где обстреливались не только мирные суда, но и военные корабли Соединенных Штатов Америки, где был обрезан интернет. Что касается Израиля, они тоже там участвовали. И это только малая часть, о которой я вам сейчас рассказал. Иран занимается этим крайне плотно. А особенно в последнее время Иран сотрудничает с Российской Федерацией и Лукашенко. Лишь за последние несколько месяцев проиранские группы ополченцев участвовали в нападении на Израиль, нанесли удары по американским войскам в Сирии и Ираке и атаковали коммерческие грузовые суда, пересекающие Красное море, а также подводные кабели. В общей сложности с момента начала конфликта в Газе американские военнослужащие подверглись более чем 160 атакам. Иран профинансировал, снабдил и обучил свои прокси-силы в регионе и преследует стратегию, направленную на подрыв влияния США и Израиля. Однако краткосрочные победы зачастую влекут долгосрочные неприятности. И раздувая огонь войны, Иран может вдохнуть дым ее последствий. Поэтому можно сказать, что то, что произошло, не совсем случайность. Может быть, они между собой что-то не поделили, а может быть, правда, еще глубже. Не исключаю, что это может служить и провокацией, если он останется жив. Я не исключаю, что Иран мог создать постановочное падение вертолета, чтобы спровоцировать новый конфликт. Ну а тем временем иранские оппозиционные силы уже начали праздновать смерть президента. Не знаю, насколько это достоверная информация, но видеозаписи появились, где говорится о том, что оппозиционные силы празднуют. Соловьев проснулся и вспомнил о том, что он собирался на Киев идти. Еще и Лиссабон и другие европейские страны. Он в Харьков-то приехал, да? Уже говорят, что следующая поездка Зеленского будет в Запорожье. Тоже хорошая новость? Ну, однако, он сидит в Киеве, Киев мы не взяли еще. Поэтому здесь я буду тоже... А зачем его брать? Нет, у меня нет ответа. То есть, по мне надо брать все, включая Лиссабон. Для студентов Витебска и Пскова создадут антиоппозиционный мегахаб. Называется медиахаб. Чем они там будут заниматься, остается секрет. Это единственный центр стратегических коммуникаций Союзного государства. Он будет формировать и тиражировать единую коммуникационную медиа-стратегию среди органов власти. Лукашенковский режим нашел в Беларуси аж 70 тысяч тунеядцев. Сформированы списки незанятых в экономике сельчан трудоспособного возраста. В таких стране свыше 70 тысяч человек. Из них более 3 тысяч состоят на учете как домашние скандалисты. Свыше 6 тысяч ранее судимы. То есть из 70 тысяч якобы тунеядцев они нашли по сути свои 9 тысяч, так сказать, людей, которые когда-либо оступались. А все остальные тогда кто? Или может быть из-за этих людей, которые дома скандалят, начнем всех репрессировать? Или это как-то должно повлиять? Я вообще всегда удивляюсь, когда они говорят о правонарушении. Обязательно подчеркивают, не работающий или ранее 20 раз бегавший по улице или еще что-то подобное. Не знаю, для чего они это делают. Скорее всего, для дискредитации конкретного человека и личности. В Якутии объявлено чрезвычайное положение. Снова затопление. 14 поселков потонуло. На данный момент затоплено 320 домов и более 460 дворов. В общем, Россия тонет, так или иначе. То одно место осушили, теперь другое начало тонуть. Инфоказачка Бондарева подсказала Протасевичу, как отдать быстро 7 миллионов евро штрафа. Бондарева предложила Роману поехать на фронт и предложила уничтожить 70 танков Абрамс. По этой нехитрой схеме Протасевич отдаст долг Родине. Только вот инфоказачка не объяснила Протасевичу или не захотела этого объяснять, что в Беларуси, по законодательству белорусскому, это называется наемничество. И по возвращению в страну его снова посадят, снова отпустят, а потом дадут еще больше штрафа. Это если он вернется с фронта. Минус один российский корабль. Путинская спецоперация идет по плану. В Минске на улице Машерова снова загорелся супер качественный автобус МАЗ. Что тут поделать? Ну горят они. Отряды Путина требуют закрыть британское посольство. И тут первое, что мне бросилось в глаза, это то, какой у них офис. Раньше был просторный, широкий, большой. А теперь какая-то халабуда. Видимо, даже Путин допер, что они его больше дискредитируют, чем поддерживают. В США чиновники все чаще считают, что Путин может победить в войне. Планы Путина по мобилизации военных в сочетании с боеприпасами из Пекина, а также с меньшей поддержкой Киева со стороны Запада, могут принести ему победу в войне. Об этом пишет политика. По мнению чиновников, это может произойти раньше, чем ожидалось. И тут я хотел бы поспорить. Ведь в самом начале войны и американские и европейские политики пророчили Украине быстрое поражение. Но когда увидели, что этого поражения не состоялось, начали поддерживать Украину. Поэтому подобные заявления выглядят, ну, так себе. Откуда они взяли информацию, что Европа и Америка перестанут поддерживать Украину? Да и также американские и европейские политики прекрасно понимают, что остановка поддержки Украины очень сильно нарушит репутацию этих стран. Ведь сейчас идет, по сути, борьба даже не за страны, а, по сути, за будущее этих стран и демократию в этих самых странах. Поэтому, если проиграет Украина, проиграют все, без исключения. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, помните о политических заключенных и оставайтесь с нами. Живи Беларусь! Слава Украине! Пока!